Средства детектирования сок, сетевые и хостовые сенсоры, без которых эффективный мониторинг не построить. Игорь Тюкачев, руководитель направления сетевой безопасности. Да, всем привет. Жизненькие какие-то аплодисменты. Давайте похлопаем те, кто... Вот, сейчас лучше с этой стороны. Да, спасибо. Во-первых, спасибо за то, что после обеда вы аплодируете и внимательно, скорее всего, послушаете. Ну, я на это очень надеюсь. Пока готовится моя... А, или уже приготовилась моя презентация. Так, стоп, назад. Вот так начнем. Есть расхожая шутка, что у докторов или у врачей, как правильно, что нету здоровых людей, есть недообследованные. И в этой же, так сказать, в этом же направлении я постараюсь развить свою мысль и рассказать про средства детектирования. Это те средства, которые помогают сделать ваш сок более эффективным. И так или иначе, ну, либо вы об этом знаете, либо задумывались, либо узнаете из моего рассказа. Ну, давайте обо всем по порядку. Меня зовут Игорь Тюкачев. Я занимаюсь сетевой безопасностью в компании Positive Technologies. Я здесь пытался придумать лучший из лучших в информационной безопасности с 92-го года. Потом увидел эту строчку у Алексея Лукасского, понял, что надо что-то делать. И в итоге я остался пустой. Я что-то понимаю в сетевой безопасности и разбираюсь в анти-АПТ решениях. Итак, поехали. Странно, что сегодня никто похожего не показывал. И я буду первый, кто напомнит, что такие последствия бывают, когда халатно относишься к информационной безопасности или делаешь какие-то шаги в этом направлении. Что-то происходит, что-то случается. Это примеры того, когда результат стал достоянием общественности. И здесь я хотел бы обратить внимание на два кейса. Первый — это Routube. И там злоумышленники находились внутри инфраструктуры в районе двух месяцев. Не обнаруженные. И вот эта Северная Корея следила за ракетами. Там они примерно год находились. Для тех, кто не в курсе, по машиностроению делают ракеты-носители для доставки ядерных боеголовок туда, куда положено. У корейцев, северокорейцев, у наших северокорейских друзей есть средства, ну, короче, ядерная бомба, но у них нету средств доставки. И корейские хакеры сидели целый год в инфраструктуре, что-то там делали, что-то смотрели. Наверное, скачивали какие-то очень важные документы. И на самом деле, почитайте, там вся история о том, как это стало достоянием общественности, это отдельный шпионский детектив. Очень рекомендую. О чем этот слайд? О том, что если вами заинтересовались, то к вам придут, и никакие ваши средства безопасности не остановят злоумышленников, которые целенаправленно по вам работают. Ну, я подозреваю, что все, кто находится в этом зале, они и так это знают, понимают, и достаточно давно. И коль скоро я начал говорить о том, что если по вам целенаправленно работают, я хотел бы здесь немножко структурировать наше понимание. Есть целевые атаки, есть, ну, скажем так, не целевые атаки. Целевые, когда заинтересовались именно вами, и сегодня уже была матрица Майтеры, где там техники и тактики, и по вам началась разведка, разработка и так далее, и так далее. Собираю сведения. Сейчас я закрою рот, чтобы сделать красивую фотку с закрытым ртом. Спасибо. Честно, это проблема. У меня всегда рот открытый, и ты такие фотографии не разместишь на первый слайд. Так вот, есть целевые атаки, с ними все понятно. По вам работают и к вам придут. А второй вариант — это не целевые, когда просто какая-то веерная рассылка. Привет, открой документ и так далее, и так далее. Что здесь может случиться плохого? Не секрет, и, наверное, вы тоже об этом знаете, что кто-то откроет, что-то произойдет, и в вашу компанию будет доступ к злоумышленникам. Некоторые на этом и останавливаются. А дальше начинается ransomware as a service. У меня с английским не очень, как вы могли заметить. Ну, короче, доступ в вашу инфраструктуру продают за деньги. Из этого можно сделать небольшой вывод о том, что для того, чтобы совершить какое-то противоправное действие, тебе уже просто не надо проходить периметр или как-то заходить откуда-то, что-то, разведку совершать и так далее. Ничего этого не надо. Нужно пойти в Dark Web или в чатик Дискорда, или там в Telegram, отраслевые чатики Telegram, и купить этот доступ. Тем самым это понижает уровень знаний или грамотности хакеров, и это понижает порог входа на этот рынок. И то, что сегодня была вот эта пирамида прекрасная, которая мне очень понравилась, там 1, 9, 90, что 90% мамкиных хакеров, безусловно. Но если у мамкиного хакера есть 1000 долларов, то он уже становится значительно опаснее. Инструменты. Фишинг, социальная инженерия, эксплойты, бот-сети, трояны, брутфорс, цепочки поставок, бэкдоры после обновлений, когда недостаточно уделили внимание тестированию новой версии и так далее. Что с этим делать? Об этом я и хотел бы поговорить. Какие цели преследуют целевые атаки? Первое – это финансы. Это либо забрать ваши деньги при помощи переводов и взлома банковских систем и так далее, либо путем выкупа шифровальщика, например. Второе – это уничтожить репутацию. И такой пример есть менеджер паролей, который предлагает хранить ваши пароли в безопасности. Да, он два раза допустил утечки. Выглядит, как будто бы не стоит пользоваться этим менеджером паролей. Кстати, на всякий случай, кто пользуется менеджерами паролей? Поднимите руки, пожалуйста. А остальные хранят в браузере? Кто в браузере хранит пароли? Так, а остальные у нас нет паролей. На бумажках. Давайте еще раз. На бумажках кто-нибудь хранит. А на бумажках больше всех. Самый безопасный способ? А если это резервирование? Что резервирование? Ваш вопрос поставил меня в тупик. Для тех, кто не слышал, записать на бумажке и хранить в сейфе. Да, да, ну, кстати, давайте, у меня есть еще время. Бежал в марафон последний, что-то не очень был в себе уверен. Думаю, я бегу, бегу, упаду. Ну, и как бы все. А жена не знает, какой пин-код у моей карты. Ну, чтобы вот. Написал на бумажку, положил в тумбочку. Начнет искать, если что-то как бы обнаружит. Так что вариант, почему нет. Дальше, кража данных. По статистике, честно говоря, не помню чьей, но, скорее всего, наших конкурентов. В большинстве случаев, перед тем, как зашифровать данные, шифровать происходит эксфильтрация. Поэтому буквально Алексей Лукаский, на него буду ссылаться, он авторитет, говорил про утечку Сирена Тревел, у которой сегодня были проблемы. И с утечками сталкиваются все, но мы об этом узнаем, когда уже нужные люди этим воспользовались. Тут как бы не нужно что-то думать. И последнее уничтожение инфраструктуры. Это все стало сильно актуально в последнее время. И это то, на что имеет смысл обратить не только с точки зрения компании, коммерческой или полугосударственной и так далее. Это как бы вопрос государства. То есть если произойдет какая-то… Если злоумышленники смогут остановить какие-то ключевые процессы, которые позволят дальше произойти какой-то катастрофе, это приведет к очень серьезным, очень печальным последствиям. И до этого говорили, что есть группировки, есть государственные группировки, есть мамкины хакеры. У каждого типа злоумышленников может быть своя, свои цели. Вопрос, как получается, что существующие средства или те средства, которые вы используете, или те бедолаги, те бедолаги с первого слайда, с последствия, они же что-то использовали, ну, навряд ли. Кто верит в то, что они использовали средства защиты информации, возможно, задорого? Поднимите руку, пожалуйста. Вот с того края постоянно активно участвуют. Очень приятно. А, это мои знакомые, все, понятно. Ну, они, скорее всего, что-то внедрили. Возможно, у них даже люди, которые отвечают за информационную безопасность, возможно, они мониторили и так далее, и так далее. Что-то там происходило, скорее всего. Почему произошло то, что произошло? Ну, первое, потому что уязвимости нулевого дня. Если вы поставили антивирус, считаете, что ваше рабочее место защищено? Ну, очевидно, что нет, потому что если писали под вас, то никто этого не определит. Для того, чтобы оставаться неуязвимым для антивирусов и средств обнаружения, злоумышленники шифруют это. И, опять же, сегодня буду ссылаться на предыдущие презентации. Это удобно, когда ты предпоследним выступаешь. У Алексея Лукасского было немножечко про Matador. Сходите в наши соцсети, там все это подробно описано. И там описано, как была построена атака. Приходила по почте файлик в варде, кнопочка разрешить редактирование и запускался макрос. Ну, что-то там было, что позволяло запустить макрос. Дальше. Вредоносное ПО или, ну, мне очень нравится название, полезная нагрузка, она была подписана цифровым сертификатом доверенным. Оно мимикрировало подсуществующие сервисы. Короче, это вот как раз тот пример, когда вредоносное ПО не детектится с существующими средствами защиты эндпоинтов. Ну и дальше. Здесь я уже сказал, да, использование популярных веб-сервисов для хранения вредоносных файлов. И такая атака может называться, я не помню, как она правильно называется, атака на водопое. Ну, то есть если бухгалтера все ходят на сайт главныйбухгалтер.бай, то, возможно, стоит заразить этот сайт, да, и тогда как бы повлиять на тех, кто туда заходит. Вот, ну и так далее. Это причины, почему целевые атаки могут быть незаметны текущим средством обнаружения. Над этим слайдом хотел бы посмеяться, потому что, так или иначе, эти цифры уже три раза здесь были. И мне кажется, что каждый из вас, кто выйдет из зала, его спросишь, сколько времени требуется злоумышленнику? От одного часа до пяти дней. Ну вот как бы это все выучат точно. По нашей статистике 96% компаний не защищены от внешних атак. Что это значит? У нас есть пентесты, и ребят проводят весь год, весь 22-й год проводили пентесты. В 100% случаев им удалось зайти внутрь, и в 4% случаев их там же и обнаружили. А остальные прошли незамеченными. И эта статистика, навряд ли она в этом году как-то сильно будет отличаться, или в следующем, или она не будет отличаться для России, или для Беларуси, или для другой страны. Мне кажется, плюс-минус это показывает то, что любая компания не защищена от того, что кто-то внутрь зайдет. И если вы своим недопустимым событием выбрали, что никто к вам внутрь не зайдет, ну у меня для вас есть плохие новости. От одного часа до пяти дней требуется для проникновения во внутреннюю сеть. Ну и опять же сегодня было очень много про то, что никто не ломится через межсетевой экран, никто не бежит на ворота. Если представить компанию как средневековый замок, всегда есть возможность зайти с неожиданной стороны. плюс в районе 90% целевых атак начинается с почты. И в 100% случаях компания, злоумышленник, который находится внутри, может контролировать инфраструктуру. И как бы тут в предыдущем докладе кто-то говорил про то, что не всегда контроллер домена является одной из ключевых целей, но по факту мы учимся по методичкам, но злоумышленники, мамкины хакеры тоже учатся по методичкам. И в большинстве случаев атака на контроллер домена выглядит очень логично и очень правильно. Плавно перехожу к тому, о чем я хотел бы рассказать. Это все было такая небольшая прелюдия. Вот примерно так выглядит Security Operation Center. Его задачи это предотвращение и какие-то превентивные мероприятия по недопущению. Второе. Это мониторинг, обнаружение, вторжение злоумышленника какой-то вредоносной активности. Дальше реагирование на это, уведомления. Внутри у нас там, например, госсопку, если такие надо уведомлять. Дальше анализ, расследование и последнее покарать преступников. Это в целом, это тоже понятно. И ключевые ресурсы это люди, процессы и технологии. А мы сегодня поговорим конкретно про обнаружение и конкретно про технологии обнаружения. Потому что все остальные вещи, они очень важны и сегодня еще будут затронуты. Но мы сфокусируемся на конкретных вещах. Про построение сока можно рассказывать долго и на разных уровнях. И, кстати, те, кто, например, только заходит на эту поляну, свой сок выбрать, коммерческий сок. У наших же сотрудников есть много презентаций и статей на эту тему. Можете ознакомиться. Как может выглядеть первый шаг, когда вы приняли решение, что нужно делать свой сок. Или свой центр мониторинга, противодействия, предотвращения и так далее. Много сегодня разных названий. Наверное, у вас есть какие-то рабочие места с Windows. И вы включили все логирования, журналы и так далее. Есть какие-то базы данных и приложения. Есть какие-то сервера. Вы все ставите какой-то CM, предположим, MaxPatrol CM. И у вас есть какие-то антивирусы. Это такой гигиенический набор. Я не говорю про сканеры Vulnerability Management. Это тоже по факту предполагается, что уже этот процесс запущен и работает. И вот у вас есть антивирус. Возможно, у вас есть ADS, IPS в каком-то виде. И есть что-то для защиты периметра, например, НГФВ. В целом, я слышал в выступлении своего коллеги, что это плохой подход. Но давайте будем честными. 90% начнут именно с этого. С того, чтобы все средства, которые сейчас есть на борту компании, с них надо собирать события и как-то коррелировать, и что-то дальше делать. Я про реагирование сказал, что не буду ничего говорить, поэтому и не буду. Собирать, коррелировать. Но что у нас по факту? Мы не всегда можем видеть, что происходит на уровне хоста. Потому что только в идеальном мире кажется, что вы дадите задание администратору, и он на всех своих виндах включит нужное логирование в нужную систему. Это могут быть средства, которые не отправляют логи. Это может быть… Честно, чем крупнее компания, тем больше бардака. Поэтому где-то мы знаем, что происходит, где-то не знаем. Второе. Внутри корпоративной сети, можете возразить, в предыдущем слайде был НГФВ и IDS-APS. Но давайте вспомним про бардак. Он может стоить на границе, IDS-APS также. Мы там сегментируем, мы ставим между сегментами фаервол и все контролируем. Ну, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. Поэтому что происходит внутри сегментов, внутри корпоративной сети в целом, это большой вопрос. Особенно если главный сетевик неожиданно уволился, ушел в отпуск на два месяца и так далее. Контроль удаленных устройств. Здорово, когда можно удаленно подключиться и работать. И ковид показал, что это вообще очень крутой способ для того, чтобы, ну, например, не расширять офисное пространство. И для, как для работодателя, так и для работника. Но что там у него, да, там, подключается ли он с корпоративного ноута, куда он с ним ходил, или с домашнего, и что там вообще происходит, не очень понятно. Вот, это тоже надо как-то контролировать. Атаки на веб-приложения. Если у вас есть API, ну, или какое-то веб-приложение, которое важно для бизнеса, его тоже надо каким-то образом защищать, тоже надо с этим что-то делать. Уязвимости нулевого дня. Если у вас есть какой-то антивирус, какие-то, включены какие-то логи с узлов на VCM, это здорово. Но от уязвимости нулевого дня, от целевых атак это вас никак не защищает. Туда же ADS, IPS, NGFV и так далее. Хотя, тем не менее, это как-то какой-то процент того, что будет обнаружено, это увеличивает, безусловно. И с утечками данных тоже не очень понятно. Что можно сделать в этом случае? Да, ну логичное развитие поставить. Если нам интересно защищать веб, мы ставим application firewall. Для утечек данных мы ставим DLP или средство контроля работоспособности сотрудников, как-то оно вот все в одном называется. Начинаем что-то контролировать, уже файлик никуда не отправишь, не выгрузишь, не загрузишь и так далее. Какие-то эскизы для того, чтобы организовать туннеры для удаленного доступа, для того, чтобы хоть как-то контролировать, хоть как-то обозначить периметр, который уже давным-давно размытый. В целом это гораздо более становится, гораздо более защищенным становится ваша компания с точки зрения eBay. Но это тоже не предел, он никогда, ну то есть предел никогда не будет достигнут, 100% никогда не будет достигнуто. И здесь, наверное, наиболее важно сосредоточиться и по деньгам, по ресурсам и так далее. Не на том, чтобы они внутрь не зашли, я надеюсь, это лейтмотивом всю дорогу шло, а на том, чтобы когда придут, их можно было оперативно обнаружить. Не через год, ну а как-то чуть-чуть быстрее. Поэтому в этом раскладе мы как-то защищаем веб-приложение, здорово, с атаками разобрались. DLP позволяет купировать утечки данных. Не полностью, но, допустим, наполовину. Не мог закрасить наполовину, потому что выглядело непонятно. Тем не менее у нас остается, мы так до конца не понимаем, что у нас происходит на уровне узла, а если вредоносное ПО, оно умеет отключать журналы, оно умеет отключать антивирус, оно умеет мимикрировать и использовать нативные инструменты винды. Где-то в иностранном книге я читал термин, называется «кормление с земли», вот как он в таком переводе, что типа используется PowerShell или какие-то вещи. Не всегда злоумышленник загружает мимикас и пытается атаковать контроллер домена. Проблемы у нас остаются. И напомню, что вредоносное ПО, ну это такая как бы первое место уже несколько лет подряд занимают шифровальщики, ВПО для удаленного управления второе место, ну и так далее. И для того, чтобы нам каким-то образом анализировать, что происходит на узлах, существует MaxPatrol EDR. Это решение позволяет контролировать все, что происходит на узлах с точки зрения запуска приложений, контроля процессов, что происходит в памяти и так далее. Оно позволяет и молниеносно реагировать на это, но, как я говорил, мы про реагирование сейчас не говорим, мы говорим про обнаружение. Использование EDR на хостах значительно повышает скорость обнаружения и позволяет SOC сделать более эффективным. Сэндбокс позволяет анализировать файлы и тем или иным образом, ну я так аккуратненько подойду, он позволяет уменьшить вероятность целевой атаки. Он не… если мы будем в песке проверять все файлы, все ссылки, он будет уметь обходить проверки вредоносного ПО, а не песочница ли это, да, все равно это не даст какой-то гарантии стопроцентной, то что никакое вредоносное ПО не пройдет, безусловно. Но это поможет снизить время нахождения злоумышленника внутри нашей инфраструктуры. Кратненько. Обеспечивает экспертное обнаружение атак. И вот здесь я на слайде не стал это писать, но когда мы говорим про MaxPatrol EDR или там дальше про Сэндбокс или дальше я буду говорить про решение, я всегда подразумеваю, что за спиной программного обеспечения, там где-то сзади, да, находится наша экспертиза. Это те люди, которые мониторят в реальном времени, кого атакуют, какие есть сейчас атаки, что используется, какие техники, тактики используют и заносят в наши продукты свою экспертизу, пишут политики для обнаружения и заносят нашу экспертизу внутрь наших решений. И это один из ответов на вопрос, ну, можно же использовать open-source? Да, безусловно, можно. Есть легкое подозрение, что, ну, помимо там плюсов и минусов, которые уже рассматривались, обсуждали, вот эта история с экспертизой, она для open-source будет сильно-сильно хуже, потому что мы обеспечиваем какой-то совсем короткий промежуток от момента, когда наша лаборатория обнаружила, что существует такая техника, тактика, такие варианты проникновения, и эта экспертиза приехала в наши программные продукты для того, чтобы эффективно обнаруживать. Вот у нас это очень маленькое время, мы над этим работаем. Вот, как это в open-source устроено, спор у нет, сообщество будет, как бы, так же накапливает экспертизу, но насколько это быстро и качественно происходит, это большой вопрос. На это обратите внимание, когда будете выбирать и сравнивать open-source и какие-то платные продукты. Обогащая события полезным контекстом. EDR позволяет дополнительно, в дополнение к журналам операционной системы или антивирусу добавить контекст, что было запущено, в какой последовательности, когда и так далее, и так далее. Помогает автоматизировать процесс ИСОК. Это в части реагирования. Ну, давайте, как бы, реагирование, как я говорил, оставим немножко за скобками и упрощает проактивный поиск угроз. Песок со своей стороны позволяет выявлять вредоносное ПО в файлах, в ссылках, различными методами для того, чтобы снизить вероятность атаки нулевого дня. На текущий момент мы понимаем, что происходит на хостах. Мы можем контролировать удаленное устройство. Опять же, EDR — это средство, которое позволяет обеспечить Zero Trust для того, чтобы не подключать в корпоративную сеть устройство, которое не соблюдает определенные политики. У нас что остается? Частично у нас закрыты уязвимости нулевого дня. Частично. Но, тем не менее, у нас непонятно, что происходит внутри корпоративной сети. Ну, первое, потому что не всегда мы понимаем, и вот буквально предыдущий докладчик говорил про то, что надо проводить поиск shadow IT и так далее, и так далее. И мы, во-первых, не всегда можем это все обнаружить, потому что люди увольняются, приходят новые и так далее. Это первое. Второе, когда очень быстро нужно разворачиваться, сворачиваться и так далее, когда важен time to market, это там банки, телекомы, ритейлы и так далее, где скорость бизнеса очень высокая, риск появления таких shadow IT или что-то такого, что как-то было и брошено, да, он достаточно высокий. Это первое. А второе, некоторые сегменты, мы не понимаем, что там происходит. Мы знаем, что происходит на хостах, и даже для EDR какие-то вещи, они могут казаться очень легитимными, когда соблюдаются определенные условия. И лучшее, что можно сделать, это использовать средства NTA, класса NTA. У нас это PT Network Attack Discovery или Patentat, если по-русски. Средство, которое позволяет анализировать сетевой трафик внутри сегментов и позволяет обнаруживать не только вредоносное ПО, подозрительную активность, какие-то странные вещи, также оно позволяет обнаруживать передачу паролей в открытом виде, ну, своего рода compliance, оно позволяет обнаруживать нелегитимное ПО. Например, все же знают эту увлекательнейшую игру об мании безопасника, да, когда запрещено там VNC или какие-то там TeamViewer или еще что-то, какие-то средства, да, но люди все равно пытаются их использовать. Обмениваются файлы через какие-то внешние шары и еще что-то происходит. Ну, то есть мы же… Позволю себе лирическое осупление. Мы же, с одной стороны, людям пытаемся сделать их работу чуть-чуть сложнее, да, своими запретами, сменой пароля и так далее, и так далее, и так далее. Ну, люди пытаются найти возможные варианты, как это обойти. Это просто в человеческой натуре. Кто, кстати, ну, если в вашей компании есть политика смены пароля каждые три месяца, кто в конце добавляет просто циферку меняет, поднимите руки. Есть такие? Вот, вот я про это и говорю. Наличие «надо» позволяет повысить наше знание о трафике, который ходит в корпоративной сети. Выявляет целевые атаки на периметры и внутри сети в том сегменте, который вы будете зеркалировать для разбора. Позволяет обнаруживать скрытые угрозы, позволяет проверять сетевую активность. В итоге позволяет сократить присутствие злоумышленника до считанных минут. А я напомню, в самом начале мы говорили про эффективность. Это как раз про то, чтобы от момента проникновения до момента обнаружения и дальше действий по реагированию оно было минимальное. Это как бы один из KPI, на мой взгляд, один из KPI и критериев успешного сока. Что он позволяет? Позволяет обнаруживать нарушения регламентов. Это использование нелегитимного ПО. Позволяет определять новое устройство, то, что, возможно, мы забыли. Находит аномалии в трафике, всплески. Определяет активность в ИПУ, проверяет подключение. То есть, возможно, уже кто-то ломится к своему command and control центру. Определяет угрозы в зашифрованном трафике и так далее. Это средство, которое помогает и позволяет вам посмотреть на возможную потенциальную атаку или развитие атаки более комплексно. Таким образом, мы приходим к тому, что мы видим, что происходит в сети. Я бы хотел здесь тоже зачеркнуть, ну, теперь все будет хорошо. Но на самом деле до конца, разумеется, уязвимости нулевого дня или защиту от целевых атак мы не закрываем. В том числе и потому, что и хакеры также не спят и пишут то ПО, которое умеет охладить песочницы, которое умеет работать таким образом, чтобы не реагировали наши сенсоры. Наши эксперты из экспертного центра, они в свою очередь работают над тем, чтобы любое действие, которое или любая атака, которая так или иначе происходила, чтобы эта экспертиза в виде правил была в нашем продукте у наших заказчиков максимально быстро. Итак, немножко подытожим. Что мешает центру мониторинга быть эффективным? Слепые зоны есть у всех. Я надеюсь, если даже вы этого не знали, то сейчас мне удалось в какой-то степени вас убедить. Недостаточная скорость обнаружения. Это тогда… Ну, то есть, видели, да, НПО машиностроения. Там тоже есть и бэшник, но благодаря ему это и стало достоянием общественности. Это вообще, если честно. Вот. Недостаточная скорость обнаружения – это то, про что я говорил всю дорогу. И основная задача – это уменьшить до минут, желательно до минут. Ну, или до часов хотя бы. И большое количество ложноположительных срабатываний. Если мы заведем… Ну, в начале, когда я говорил, на первом шаге, да, если мы заведем только с винды журналы, с антивируса и так далее, будет очень много событий. Очень много событий. Но толку от них, может быть, не так много, как хотелось бы. И зачастую, да, придет миллиард событий, да, и что нужно делать? Нужно сесть и разобраться. Ну, потратить на это времени. Ну, это вот у нас спрашивают, да, что с этим делать. Дальнейшее развитие, как я его вижу, да. Вы даже на этом пункте могли сказать, Игорь, стоп, 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 стоп. Это вот прям как-то очень много для первого, для скольки, там, для четырех шагов. Это прям овермного. Не все доходят отсюда. Ну, честно, не все. Ну, по факту. Кто-то как бы, ну, неважно. Мы в России видим, как развиваются коммерческие соки, как частные соки строят и как их развивают. Не все доходят до этого шага. А у меня есть еще дальше. Я просто не стал жестить. Что дальше? Дальше можно развивать защиту структурированных и не структурированных данных. Можно автоматизировать рутинные операции. Просуар, ARP. Сегодня было, да. Ну, я в своей голове их уложил в одну корзиночку, да, что это одно и то же, как NGFV и UTM. Ну, для того, чтобы мне было как-то проще жить. Автоматизировать какие-то операции, да, и использовать Threat Intelligence. Это и так используется, да, но здесь подразумевалось, что еще и на стратегическом уровне. То есть руководителю СОКа, там, и Б-директору, и вообще руководству было бы интересно знать и понимать, как сейчас обстоит ситуация, да, кто работает в регионе, какие тактики, техники они используют, по какой отрасли и так далее. Тем самым принимая стратегическое решение, в какую защиту ему играть. Итак, заканчивая свое выступление, эффективный СОК. Технологии — это не только CM-система, это много кубиков, из которых строится действительно эффективный СОК. MaxPatrol EDR, PityNAT, Sandbox — равно эффективное обнаружение. Причем есть подозрение, что в синергии продуктов 1 плюс 1 плюс 1 будет больше трех. Это про экосистемность, и если там немножко… О, у меня уже заканчивается, ладно, не буду, это про тренды. Заканчиваем. Быстрое детектирование угрозы — это то, про чем мы всю дорогу говорили, это то, что я хотел вам донести. И технологии, неотделимые от экспертизы, — это про то, когда вы покупаете продукт, да, вот айтишники, да, они покупают продукт и могут им пользоваться на время лицензии. В информационной безопасности немножко не так. Мы используем продукт, а за продуктом всегда стоит экспертиза. Антивирус должен обновляться, в IDS сигнатуры, в NGFV тоже. В наших продуктах всегда есть экспертиза, и она должна очень оперативно обновляться. И нельзя сказать построить на ПО свой сок, сказать, да, все готово, все здорово, все будет работать в течение года как минимум. Нет, экспертиза, которая стоит за спиной, да, это одно из самых важных. На этом свой спич я заканчиваю. Давайте вопросы. Принесите, джентльмены, микрофон. Добрый, еще раз вопрос практический. К Solo Detection, DDP платформа российская, то есть агрессивно входит у нас, в России доминирует. Вопросы два. Первое, знаете ли вы их, как оцениваете, их оценку у вас мы знаем приблизительно. И второй вопрос, какие преимущества данном случае по DDP платформе, вот если стороннюю брать, как Solo, вы обеспечиваете, кроме метапродукта, если брать, ну, синергия как бы, то есть в чем по теме сетевые сканеры, ханипоты и так далее, у вас преимущество перед ними или вы там, в чем вы, ну, лучше, хуже, то есть оценка вот этой DDP рынка? А, это точно в рамках моего выступления. На самом деле про ловушки мы сейчас говорим про Disturbid вот эта платформа. Deception, правильно? Про deception. Мне сложно сравнить их с нами, потому что у нас, ну, как бы, класса решений Deception нету. В 21-м году я проводил в России опрос, кому вообще интересно ханипоты или Deception, ну, там, как бы их развитие. И на тот момент это было, ну, не так, что прям супер популярно. С точки зрения, ну, поэтому отвечая на вопрос, сравнить с нами не могу, потому что у нас нет такого класса решений. Второе, сказать, что в 23-м году прям супер популярный класс решений тоже не могу, потому что не знаю, но в 21-м все было очень плохо. Надо, потому что вот мы, ну, у нас уже есть все, давай еще Deception. Если говорить про теорию, да, ну, я их не устанавливал, я знаю в теории, Deception позволяет злоумышленнику сделать больше шагов до достижения своей цели, и это нам позволяет, дает больше времени для того, чтобы его обнаружить. Вот. Я не ответил ни на один из ваших вопросов, просто потому что я не знаю ответов на них. Ну, а несмотря на это, давайте еще попробуем. Мне же надо реабилитироваться. Или у меня уже время, все, пора уходить. Да, давайте, давайте. Коллеги из Аксофта, вижу, хотят задать вопрос. Ну что, ни у кого нет? Было все понятно или ни черта не понятно? Или зачем, Игорь, ты вышел? Окей. Я в итоге все равно здесь. Если интересно поговорить о чем-то, да, добро пожаловать. К телефону привязана телега. На всякий случай. Всем спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok